Закрытое акционерное общество совхоз имени Ленина – одно из немногих сельских предприятий Подмосковья, которое в сегодняшних непростых условиях продолжает работать. И при том успешно. Осень для работников совхоза – горячая пора. В это время идет сбор урожая картофеля и овощных культур. Некоторые овощи еще ожидают своего часа на полях, другие – заложены в хранилище. Особое внимание картофелю. Погожие дни для селян на строгом учете. Нужно успеть все сделать вовремя. 110 гектаров – такова площадь только картофельных полей заоса совхоз имени Ленина. Сейчас сбор урожая второго хлеба в самом разгаре. Несколько дней шли дожди, техника не работала, а выходить в поля было невозможно. Пока установились погожие дни, сельхозработники стараются не упустить ни минуты. 200 центнеров с гектара – таков урожай 2014 года. В два раза меньше, чем обычно рассказывает агроном Владимир Зинин. Душой болеющий за дело. Во всем виновата летняя засуха. Но картофель – крупный, чистый. Сорт, проверенный временем, отечественной селекцией. Этот сорт, он, как бы сказать, уже старый сорт. Его все знают. Он культивируется по всей России. У него отличные вкусовые качества. Пластичный, высокорожайный. Вроде всех он устраивает. Кроме картофеля, в этом году будет собран урожай капусты, примерно 5,5 тонн, и моркови, около 4,5 тонн. Эти овощи еще ждут своего часа на полях. Их сбор начнется в октябре. Учитывая небольшие площади под посадку овощных культур, урожай хороший. Что особенно актуально в связи с недавними решениями Евросоюза в отношении России. Ну, что касается, значит, санкций, нахай пусть подавится, мы их завалим. Эти запады. Я говорю, у нас в этом году урожай хороший. Я думаю, из других регионов тоже. В этом году урожай овощей неплохой. Грамотно засеять поля снять достойный урожай – это полдела. Не менее важно его сохранить. Для этого в Сафозе имеются склады, где овощи хранятся до реализации. Пока помещение только начинают наполнять. Определенно, конечно, поддерживается температура и в камерах холодильных, и в хранилищах. Картофель, допустим, хранится так же, как свекла при температуре 2-4 градуса. Морковь хранится где-то плюс 0,5, ну, до 1 градуса. Капуста при нуле. Реализация овощной продукции ЗАО «Сафоз» имени Ленина начнется позже, в декабре, когда цены на морковь, картофель, свеклу, капусту и лук станут выше затратных. А приобрести полюбившиеся подмосковные овощи можно будет на поселковой ярмарке. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.